МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Мирамбуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Коротко о главном. 22 проекта по государственно-частному партнерству планируют реализовать в Карагандинской области до конца года. Караганду посетила рабочая группа по региональному развитию государственно-частного партнерства. К пяти годам и трем месяцам ограничения свободы приговорена экс-директор Центра занятости Балхаша. Суд признал подсудимую виновной в том, что она фиктивно трудоустроила 47 безработных, а их зарплату брала себе. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» выставят на торги за 1000 тенге. В региональной службе коммуникации рассказали об итогах приватизации государственных организаций. 22 проекта по государственно-частному партнерству планируют реализовать в Карагандинской области до конца года. Караганду посетила рабочая группа по региональному развитию государственно-частного партнерства. Делегацию возглавила председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Республики Казахстан Жанат Ертлесова. В Акимате области состоялось совещание с участием представителей госструктур, заинтересованных органов и бизнеса, на котором обсуждались проблемные вопросы. Участников встречи интересовалось, какие еще препоны имеются на пути государственно-частного партнерства и какие меры необходимо предпринять для их устранения. Аким Карагандинской области Иерлан Кушанов подчеркнул, что применение механизмов ГЧП предоставляет преимущество как для государства, так и для бизнеса. Для частного сектора открываются новые инвестиционные возможности и дополнительные источники дохода. До конца года в области планируют реализовать 22 проекта. Общая сумма этих 22 проектов – более 7 миллиардов тенге. Из них 18 проектов в сфере здравоохранения, 4 – дошкольного образования. Сегодня практически на все проекты имеется положительная экспертиза, на основании которой готовятся экономические заключения. В работе совещания приняли участие бизнесмены, они задали представителям рабочей группы имеющиеся вопросы. У меня вопрос такой, во-первых, мне кажется, что в каждой области, в нашей особенности, нужно иметь библиотеку приоритетных проектов. То есть инвестор, который приходит, он должен в алтемате узнать, какие точки предложения есть. Допустим, ТЭЦ, водоканал, другие объекты. И под ним должна быть предварительная оценка сделана. Тогда мы понимаем, что есть потребность в инвестициях, и уже инвестора можно привлекать. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Также было отмечено, что в дополнение к 22 проектам разработаны еще три в сфере ЖКХ и безопасности дорожного движения. На общую сумму около 4,5 миллиардов тенге. Акимобласти Ерлан Кушанов поручил своим заместителям сформировать пакет предложений и направить в рабочую группу. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К пяти годам и трем месяцам ограничения свободы приговорена экс-директор Центра занятости Балхаша. В ходе судебного разбирательства установлено, что ради мнимых показателей выполнения программы занятости и присвоения бюджетных денег она фиктивно трудоустроила 47 безработных. Кроме директора, к ограничению свободы приговорены двое ее подчиненных. Начальница фиктивно устраивала безработных в частные фирмы, а их заработную плату переводила себе. Схема мошенничества раскрылась осенью прошлого года. 35-летняя женщина в кресле руководителя с 2012 года. За это время она трудоустроила около полусотни мертвых душ. Сами безработные об этом не знали. В сделке участвовали шесть местных предпринимателей. Они признали свою вину и возместили ущерб государству около 9 миллионов тенге. В ходе досудебного расследования вина полностью была доказана. И приговором суда города Балхаш, Айнекова и Ухурнаев были признаны виновными и осуждены к 5 годам 3 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества. Также были пожизненно лишены права заниматься должностью в государственной службе, а также в органах местного национального управления. Кроме того, Байдогу также была признана виновной. И приговором суда лишена свобода 4 годам 6 месяцев. И с применением 63 статьи условно было. Два года директору центра помогала одна из сотрудниц. Ее приговорили к 2,5 годам условно. Одному из сообщников дали 5,5 лет также ограничения свободы. Всего в казну возвратили 11 миллионов тенге. Приговор в силу не вступил. В отношении всех троих будет действовать пробационный контроль. То есть им запрещено находиться по ночам в увеселительных заведениях, а также покидать постоянное место жительства и выезжать в другие города без разрешения службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы. Мирамгуль Салкимбаева, Фариза Улбаева, Жаслон Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» и футбольный клуб «Шахтер» передадут в доверительное управление. Они будут переданы в доверительное управление с правом последующего выкупа сроком на 5 лет. Причем «Шахтер» выставят на тендер по передаче в доверительное управление за 1 тысячу тенге. Почему такая малая сумма? На этот вопрос ответил руководитель областного управления государственных активов Мурат Кадеков в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. В Караганде решен вопрос с приватизацией хоккейного клуба «Сарарка» и футбольного клуба «Шахтер». Сейчас идет процедура предпродажной подготовки. По сведениям руководителя областного управления государственных активов и закупок Мурата Кадекова до конца года должна решиться судьба спортивных клубов. В предыдущие годы их уже выставляли на торги, но покупателей не нашлось. Уже имеется независимая оценка объектов. Стартовая стоимость хоккейного клуба «Сарарка» составит 161 миллион тенге. А футбольный клуб «Шахтер» выставят на тендер по передаче в доверительное управление за одну тысячу тенге. Хоккейный клуб «Сарарка» 161 миллионов, а футбольный клуб «Шахтер» это тысяча тенге. Почему тысяча тенге, я пояснил. У них балансовая стоимость и оценочная стоимость 208 миллионов. У них имеется кредиторская задолженность, это по закону оценочной деятельности, оценщики кредиторской задолженности закрывают вот этими активами. Поэтому тысяча тенге на сегодняшний день будет выставляться в доверительное управление. На сегодняшний день есть постановление Акимата о передаче доверительного управления с правом выкупа. Будем ждать результатов. Недавно состоялась продажа волейбольного клуба «Караганда». С третьей попытки спортивный клуб ушел в частные руки за 2,5 миллиона тенге. Вместе с тем мини-футбольный клуб «Тулпар» подлежит ликвидации. По результатам трех торгов никто не изъявил желания стать его владельцем. Среди прочих государственных объектов на тендер будут выставлены две городские поликлиники в Караганде и Тимиртау. Медицинские учреждения будут переданы в доверительное управление при условии исполнения предпринимателями определенных требований. Основными условиями передачи в доверительное управление определенные. Сохранение профиля деятельности объекта медицинского назначения. Медицинские услуги должны представляться согласно тарификаторам медицинских услуг. Оказание в установленном законодательном порядке гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению. Изменение структуры и коечного фонда по согласованию управления здравоохранения Карагандинской области. Вложение инвестиций, в том числе проведение капитального ремонта и материально-технического оснащения. Недопущение совершения дела по изменению собственника в течение пяти лет. Сохранение существует количества рабочих медов. Стартовая стоимость Карагандинской поликлиники оценивается почти в один миллиард тенге. Темиртаусской – более 1 миллиарда 200 миллионов тенге. В 2017 году передачи в конкурентную среду подлежат 24 организации, в 2018 – 4. На сегодняшний день из 24 организаций продано 5 на сумму почти 45 миллионов тенге. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжение следует... Девять тенге. Хочешь работать в скид? Звони 8771 395 10 93 и высылай свое резюме. Отказ от профилактических прививок ставит под угрозы здоровье не только одного человека, но и всего сообщества. Такое заявление сделали участники выездного республиканского семинара, посвященного этой проблеме. Корь, краснуха, полиамилит – эти болезни еще десяток лет назад считались побежденными. Однако сегодня ситуация иная. По сведениям организаторов республиканского семинара, в настоящее время охват вакцинации в стране составляет около 90%. Однако есть факты, когда родители по разным причинам отказываются от вакцинации своих детей. Доводы приводят всякие, но чаще всего по религиозным мотивам. И, конечно, наша задача – активная работа, разъяснение родителям о необходимости вакцинации, тех последствиях, которые можно заработать, если не своевременно делать детям вакцинацию. А последствия эти, надо сказать, могут наступить нешуточные – от ослабленного здоровья до летального исхода в результате болезни. В областном департаменте охраны общественного здоровья отмечают, что большинство отказов поступает от молодых родителей, которые где-то там в интернете вычитали о пагубном воздействии вакцины. Очень много появляется отказников. В связи с тем, что у нас один из мощных таких источников информации – это все-таки СМИ. И, к сожалению, в СМИ есть, в интернете есть. Многие мамы, которые сидят дома и сейчас, в принципе, имеется доступ к материалам в интернете. Однобокое значение против вакцинации движения. Поэтому мамы, как правило, читают эти материалы, ознакомливаются и считают, что все-таки многие склоняются к тому, что вакцинация им не нужна. Но, к сожалению, я всегда советую мамам, что одновременно с этим материалом, который они читают, они должны читать и другие материалы, которые за вакцинацию. В работе семинара приняли участие ведущие ученые в области иммунологии медицинские работники городов Алматы и Караганды. Главная цель совещания – совершенствование эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями, а также работа с лицами, которые отказываются от профилактических прививок. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мавзолей Дамбаула, расположенный в Улутауском районе Карагандинской области, является одним из самых значимых на территории Карагандинского региона. И сегодня он вошел в список республиканской программы «Сакральный Казахстан». Мавзолей Дамбаула относится ко времени правления гуннов. Подробнее о культурном наследии Сарарки расскажет Фариза Улбаева. Мавзолей Дамбаул, по мнению многих ученых, является одним из самых древних сооружений, которым располагает Центральный Казахстан. Легенда гласит, что мавзолей был возведен во время владычества гунов в честь великого музыканта и воина Дамбаула, само существование которого находится на грани истории и мифов. Как бы он был батарем, иногда было связано также, о чем называется Дамбаул Дым, это имеется, поскольку он дом мусульманской захоронения. Конечно, поскольку он является также единственным, неповторимым по своему архитектурному сооружению. Вот поэтому мы его считаем одним из сакральных культовых сооружений в Синерковье. Вот поэтому мы считаем Дамбаул Дымным сакральным местом Центрального Казахстана. Одно из крупнейших древних каменных сооружений расположено в Улутауском районе в 58 километрах к северо-востоку от Жасказгана на правом берегу реки Каракингар. На камне высочен знак, похожий на букву «э» казахского алфавита. Высота мавзолея превышает 5 метров. Его верхняя часть конуснообразная, острая. Купол возведен над фундаментом четырехугольной формы. В мавзолей можно войти, поднявшись по четырем ступенькам, общая высота которых составляет больше одного метра. «Если мы примем на веру легенду о Дамбауле, то узнаем, что он был уважаемой личностью, надежным спутником и союзником хана Джоша. Подтверждается реалистичность данного предположения тем, что расстояние между расположением мавзолеев Джоша-хана и Дамбаула небольшое. Если учесть и тот факт, что казахский народ давал название землям и мавзолеям очень избирательно, то не оставляется мнение, что в мавзолее покоится главный батыр Джоша-хана Дамбаул. Оба сына Дамбаула прославили имя своего отца, став известными исполнителями кюев. Звали их Кетбука и Кельбука. Возможно даже, что Кетбука является автором кюе Ахса-Кулан». Авторы и строители этого монумента неизвестны, как неизвестна история мавзолея. Мавзолей Дамбаула – один из крупнейших сооружений из камня в Казахстане, построенная в доисламский период, памятник архитектуры. Мавзолей служил местом ночевки для проезжавших путников. Казахский народ считал мавзолеи священными и оберегающими от потусторонних сил. Фариза Албаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартует неделя спорта. Карагандинцы смогут принять участие в специальных мероприятиях. Каждый, независимо от возраста, сможет найти себе занятие по душе в эти дни. Традиционно неделя начнется 19 августа. В этот день в 11.30 в спортивном комплексе «Жастар» состоится торжественное мероприятие, посвященное Республиканскому дню спорта. В рамках празднования пройдет торжественная церемония награждения команд, победителей и призеров Лиги дворового футбола. В этот же день утром в Центральном парке культуры и отдыха пройдут городские соревнования по общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков. В предстоящие выходные дни горожане также смогут принять участие в открытом чемпионате города по президентским тестам. Первый день соревнований пройдет в 9 часов в Центральном парке культуры и отдыха, а второй – в 8.30 во дворце спорта имени Нуркена Абдирова. В итоговые дни недели спорта пройдет первенство города по велоспорту на Саранском шоссе. Также 20 августа в 10 часов у Дома дружбы пройдет массовая утренняя зарядка. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова